3д максовскую вот она вот так вот выглядит достаточно известная сцена на самом деле как как из нее сделать интерактивный интерьер то есть вот эта сцена вы видите я по ней двигаюсь вот мы сейчас с вами в спальню заберемся вот вы видите то есть весь интерьер вот он весь 3д макси в 4 нажимаю вот такая вот красота все полигончик а вот видите сейчас интерьер полностью готов в принципе здесь можно войти в какую-нибудь камеру вот например в эту который я находился с самого начала и сделать рендер вот но и собственно мы с вами можем сделать рендер и посмотреть сколько это и вот эта сцену это мы даем участникам курса по интерактиву то есть именно с этой сценой мы начинаем работать мы с ней еще в базовом блоке начинаем работать то есть сначала мы с ней ковыряемся 3d max и вот можно посмотреть сколько занимает у нас сколько займет у нас рендер все лишнее удаляю сколько займет у нас рендер вот размер 1600 на 900 даже если мы возьмем вот маленький размер 800 на 600 и запустим рендер приблизительно мы с вами сейчас прикинем сколько сколько по времени будет считаться одна картинка из этого интерьера здесь скажем так средний по сложности средние настройки одном компьютере то есть логично предположить что без рендер фирмы здесь вообще никак не обойтись если нам нужно анимация естественно да давайте посмотрим что можем сделать с интерактивными технологиями но прежде всего нам необходимо эту сцену экспортировать и перекинуть в интерактив для этого мы делаем экспорт и экспортируем наш объект в формате dfbx вот он самый первый стоит fbx вот она нам подойдет итак наша задача всю эту сцену экспортировать в fbx вот именно это вы можете прямо сейчас и сделать далее наша задача перекинуть все что мы с вами наделали в 3d max и наш замечательный интерактив как вы видите здесь довольно довольно таки и как сказать довольно качественно все перекидывается если все поднастроить вот вы видите сейчас та же самая абсолютно та же самая сцена которую мы с совсем недавно делали в 3d max и вот она сейчас у нас интерактив вы видите с какой скоростью я здесь летаю то есть я передвигаюсь и здесь сразу же все настроено то есть качество сразу же вот такой как нам надо да к слову сказать интерактив сейчас то есть анрио движок специально в принципе вы должны понимать что 3d max это тот же самый движок то есть и анрио это тоже движок просто каждый заточен под свою задачу 3d max заточен под создание фотоэлистичных изображений на данный момент по по интерьерам и по архитектуре анрио заточен это конечно под игровую индустрию но вы видите какое сумасшедшее качество вы видите да какое сумасшедшее качество сейчас можно какого сумасшедшего качества можно добиться сейчас с помощью анрио ну и то что мы сейчас с вами в интерактиве носимся вот здесь вот да то есть я могу отсюда естественно вылететь и посмотреть со все со все это снаружи вот вы видите да и с какой скоростью перелегать мы можем во первых отсюда совершенно спокойно сделать картинки опять же те же самые то есть я вам показывал и говорил о том что у меня в 3d max рендерилось изображение порядка порядка полутора часов да ну и в общем то как я и говорил при оптимистичном раскладе можно можно оптимизировать сцену там на 25 приблизительно минут здесь в интерактиве рендер картинки у нас произойдет в течение нескольких секунд ну то есть максимум одна минута соответственно если мы решим сделать анимацию то несколько минут минут внимание анимации у нас прочитаются буквально за 10-15 ну полчаса за полчаса у нас прочитается здоровенный ролик минут на 10 который если мы захотим сделать в 3d max у нас займет ну на одном компьютере вы уже поняли то есть это просто нереальное какое-то количество часов и дней если же мы будем заказывать это на рендер ферме то заплатим за это кругленькую сумму день здесь же мы с вами сделаем на одном компьютере достаточно простом я бы сказал так сделаем всю эту анимацию буквально за несколько минут ну и собственно естественно походить то есть вот мы с вами ходим здесь прекрасно вот вы видите да то есть у нас пропадает все лишнее здесь важно очень настроить коллизии чтобы не проходить сквозь вот эти вот стены ну и вот мы с вами ходим здесь как человек то есть ваш заказчик сможет по вашему интерьеру точно так же походить все здесь посмотреть вы видите да может сам свой проект полностью если здесь все настроить запрограммировать то можно будет менять цвет цвет вот этих вот объектов цвет например дивана или цвет ковра или цвет вот этой вот стены например может мы хотим ее не темным сделать